Друзья, привет! С вами Григорий Пронин и сегодня мы будем говорить про японские джинсы The Strike Gold. Начало уже неплохое. Их мне прислал Дмитрий, как и прошлые джинсы, про которые уже был ролик, чтобы мы их подшили. Обратите внимание, вот это вот остатки того, как мы подшили, как были подшиты джинсы на заводе, посмотрите, видите, и как мы их подшили. Практически точно так же. Ну и здесь тоже могу показать, здесь даже более интересно. Посмотрите, вот на заводе тут разные нитки с разных сторон. С лица вот такого цвета, с изнанки другого. Здесь мы сделали все точно так же. Повторили, подобрали цвет. Это я про то, что если вам нужно подшивать джинсы правильно, обращайтесь, есть у нас такая услуга. Так, и что же мы с вами будем рассматривать джинсах The Strike Gold? Ну, давайте начнем с того, что вообще это достаточно редкая фирма, редко где можно их купить. В Европе они стоят дороже гораздо, чем в магазине Denimio. В Denimio эти джинсы есть. Не знаю по поводу прям точно такой же модели. Это у нас, видите, 7105. Но есть там похожие. Сразу могу сказать, что, во-первых, Denimio их покупать выгоднее всего. У нас для Denimio есть свой промо-код, который я оставлю в описании. И еще хочу сразу предупредить то, что их надо брать. Если вы их видите, если они вам подходят, есть ваш размер, сразу берите. Конечно же Denimio можно заказать и на заводе, но делать их будут, скорее всего, долго. Поэтому это большая удача, если у вас такие джинсы есть, и вы можете их сразу купить, сразу покупайте. Что здесь крутого? Крутого здесь много чего. Во-первых, это сам Denimio. Это так называемые Slabby Denimio. Это когда неоднородная структура, в общем, здесь она, структура такая, даже не то, что тут утолщение, утоньшение, она как бы волнами идет. Это вот именно особенность именно этих джинсов. И за это ценят Strike Gold именно эту модель. Так вот, Denimio такого плана, он будет иметь очень красивый фейд, вытираться за счет вот этого Slabby. Переходим дальше. Ну, здесь 17 унций. 17 это достаточно плотный альдоним тяжелый. По модели они практически, посмотрите, прямые. От колена они... От колена идет небольшое залужение. Практически нет. Ну, то есть они практически прямые, при том они Slim Fit. То есть, такие не очень широкие. В общем, джинсы прикольные. Давайте начнем отсюда. Карманы. На Strike Gold здесь вот такие вот отличительные черты на карманах. Вот такие вот арки. Не знаю, чаечка, как у Мопса. Здесь у нас сверху вот эти вот швы расходятся. Мы все знаем, почему. Потому что здесь с обратной стороны у нас... Сейчас вам покажу получше. Вот, заклепки. Это ретро-стайл. В общем, все дела. Дальше. В этих джинсах у нас есть Red Tab. Несмотря на то, что Levi's запретил всем делать Red Tab, здесь он присутствует. Красивыми буквами написано. Strike Gold. S-Gold. Ну, напомню, что в предыдущих джинсах из-за судебной тяжбы был Tab сделан не красным, а синим цветом и перенесен на часовой карман. Дальше. Здесь очень пухленькие такие вот эти вот шлевки. Они такие объемные. Такой же эффект сверху на карманах. Вот здесь вот тоже. Это приятно. Вот так вот руки в карман. Кстати, за счет вот этих вот утолщений по бокам вход в карман гораздо меньше. Даже необычно как-то. Вот даже здесь такого нет. Здесь карманы пошире, что ли. Знаете прикол вот этих Strike Gold? То, что они, несмотря на то, что все делают досконально, это же японцы, да, они прям все выверенно делают. Некоторые швы специально делают кривыми. Специально. Не случайно, а специально. То есть, что говорит о их задротстве этих японцев? То, что они просто во всем видят философию и все пытаются сделать, ну, просто непонятно как-то перфекционно. Даже вот это вот, как здесь слабе деним, да, вот как он волнами идет, так они и сшивают джинсы специально, немножко неровно. Это не брак, это так должно быть. Дальше. Видите вот эти клепки? Здесь они пошли дальше, чем даже Этерна Джинс и другие производители, которые с мясом, как вот видите, да, с мясом они пробивают эти клепки специально. Они здесь еще сердцевину делают из металла, который впоследствии ржавеет. Коррозия металла здесь в этих джинсах присутствует. И, соответственно, они после того, как вы их постираете, они дадут свет и будут даже вот окрашивать с изнанки там где-то или вот здесь, вы увидите, что джинсы как бы ржавеют и от этого тоже все тащатся. Дальше. Здесь у нас вот эти вот болты, как известно, да, как везде на таких джинсах ретро стайла. Здесь они тоже присутствуют. Также вот эта вот V-образная прострочка, это все идет еще издревле, издревле. Не знаю, как хотите. В общем, это еще от Levi's. Так, что здесь еще о чем можно сказать в этих джинсах? Ну, собственно, знаете, что я могу сказать? Джинсы очень крутые и это мое впечатление. Кстати, давайте посмотрим селвиш. Селвиш есть не только на джинсах вот здесь, а на порядочных джинсах еще селвиш делается и вот здесь вот в часовом кармане тоже селвиш. Вот. Ну, вот такие вот джинсы, друзья. Напишите в комментариях, нравится вам такие джинсы или нет. Покупали вы что-нибудь в Denim или нет. Напоминаю, там у нас промо-код, чтобы можно было дешевле купить, бесплатная доставка. Причем промо-код действует не только на первую покупку, но и на последующий. Там, видать, это косяк какой-то. Они сделали промо-код, изначально он должен был действовать только на одну посылку. Но, и еще интересный момент. Промо-код действует на весь товар в корзине. Другие промо-коды действуют только на один какой-то товар, а наш вообще просто волшебный промо-код Пронин. В общем, ссылку оставлю в описании. И, друзья, я вам еще оставлю ссылку на статью Дмитрия, потому что там он более развернуто вам про эти джинсы в текстовом виде расскажет. Вы, если интересуетесь, обязательно перейдите по ссылке и почитайте эту статью. С вами был Григорий Пронин. Я пошел, ну, вон, с горки прокачусь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok